Спасибо, Татьяна. Добрый день всем. Всем хорошего дня. Сегодня у нас очень вкусная тема для проработки, про самореализацию. Предлагаю с вами познакомиться в чате, поприветствовать друг друга. Давайте посмотрим, сколько нас и какие мы сегодня разные. Напишите, пожалуйста, в чате свое имя и те, кто является преподавателем. Я тоже имею преподавательский опыт, работала в ВУЗе со студентами. Очень хорошо понимаю особенность этой профессии. Более того, у меня мама педагог в музыкальной школе и руководитель отдела. И, соответственно, думаю, что педагоги у нас сегодня есть. Давайте друг друга поприветствуем. Кто у нас тренеры? Может быть, есть те, кто бизнес-тренеры, кто тренер в образовательной среде. Давайте тоже друг друга поприветствуем. Напишите, пожалуйста, кто вы, как вас зовут. Замечательно. Яна очень приятная, Яна Геннадьевна. Не видно кого. Татьяна, не должно быть уже видно, пока я в эфире. Замечательно. Друзья, есть ли среди нас методисты, методологи? У меня был и тренерский опыт. Я работала в бизнес-среде, в корпоративной культуре. Долгие годы работала профессионально в теме личной эффективности, тайм-менеджмента и помогала сотрудникам быть более эффективными. Даже у нас врачи есть. О, как здорово, интересно. Методист. Очень приятно, Лесь Михайловна. Как методист я тоже многие годы работаю в образовательной среде, помогаю разрабатывать онлайн-курсы, работаю с преподавателями. Есть ли среди нас профориентологи? Буквально последние пару лет я, как психолог, работаю в теме профориентации. Именно поэтому сегодняшняя тема для меня очень близка. Мне очень хочется с вами поделиться алгоритмами, идеями, вас наполнить эмоционально в том числе. И, может быть, среди нас еще есть другие профессии. Вот мы увидели врачи, коллеги. Нас уже много. Давайте познакомиться. Потому что информация сегодняшняя будет полезна на самом деле всем. Потому что это тема профессионального развития, профессии, как себя понять. Эта тема не абстрактная, она конкретная. Она про то, как себя оценить, как оценить удовлетворенность текущей деятельностью, как найти в себе те ресурсы, резервы, которые могут быть полезными для нас. Мы сегодня поговорим на такие темы, как все ли нас устраивает, или что-то есть то, что формирует некую неудовлетворенность в профессиональной деятельности. На что все-таки обратить внимание, да, что мешает полноте профессионального роста. Рассмотрим с вами такую тему, как этапы самореализации. Что такое самореализация в профессии. Я вам покажу пошаговый алгоритм изучения себя, который поможет вам прийти к себе настоящему, да, к себе профессиональному. Если у вас появятся вопросы, я попрошу задавать их в отдельной вкладке под названием «Вопросы». Она в разделе «Чат» чуть правее, чтобы вопросы не перемежались с нашей дискуссией, да, и я смогла в общем чате в дальнейшем на них ответить. Что мы еще с вами сегодня посмотрим? Мы посмотрим такие моменты, как умение формулировать критерии своей самореализации, да, на что, что нужно, что не хватает для понимания большей удовлетворенности. Мы попробуем вытащить те смыслы, которые мотивируют вас к развитию в профессии. И я надеюсь, что вы сможете найти те точки опоры, да, те смыслы, которые помогут вам развиваться, получить больше уверенности в себе и действительно найти то дело жизни, то призвание, ту самореализацию, которая вас наполняет. Задача сегодня немножко поисследовать пути, ведущие к себя настоящему, к себе профессиональному. Я, так как я обладаю более системным методическим мышлением, это моя сильная сторона, поэтому нас будет сопровождать в ходе вебинара вот такой вот круг, круг тех элементов профессиональной самореализации, о которых мы с вами будем сегодня говорить. И мы посмотрим, что влияет на себя профессионального, что влияет на каждого из нас индивидуально, да, потому что мы все-таки личность, и каждая из вас личность. И здесь нельзя давать какую-то общую информацию. Здесь у нас вебинар будет больше такой, знаете, как немножко аспект личной терапии, чтобы каждый из вас погрузился в себя, раскрыл свой цветок, свои грани профессиональной личности. Я постараюсь вам помочь как психолог, как консультант по личной эффективности. Более того, мы посмотрим, что сформировало нас такими, какие мы сейчас есть, и можем ли мы из прошлого взять те смыслы, которые формировали нашу потребность в профессиональной самореализации. Ну, конечно же, расскажу о себе очень кратко, да. Я профориентолог, методист образовательных программ, веду индивидуальные программы по профориентации, призвание профессиональный компас. Индивидуально сопровождаю, если есть какие-то вопросы по личной эффективности, по тайм-менеджменту. Имею опыт, как я уже озвучила, и преподавание в ВУЗе, и бизнес-тренерство, и разработки методологии, различных документов. Я знаю, что в профессии преподавателя очень много разных материалов приходится готовить. И вот перед вами человек, которому это нравится. У меня несколько образований. Первое – высшеуправленческое. Я много работала в бизнес-среде. У меня психологическое, профориентационное образование. И, соответственно, это всё необходимо для того, чтобы целостно видеть личность, личность человека и помочь вам продвинуться. Также я помогаю найти любимое дело жизни человека и помочь ему в самореализации. Попрошу вас сегодня подготовить ручку и бумагу, потому что мы будем с вами работать над собой, над своей самореализацией. Я дам вам определённый алгоритм. Ну и, конечно, начнём мы с того, что посмотрим, какова наша точка отсчёта в профессиональной самореализации. Конечно, для того, чтобы говорить о самореализации, нужно понимать, а что это такое. Есть самореализация в жизни, а есть самореализация в профессии. И вот в этих нескольких определениях, которые я взяла из словарей, ключевыми аспектами самореализации является то, что это прежде всего активная жизненная позиция. То есть человек не является пассивным, он активен, он активно познаёт себя, он воплощает свои сильные стороны в деятельности. И очень важным является то, что в каждом из нас скрыт потенциальный кто-то. И этого потенциального кто-то нужно раскрыть. То есть те потенциальные возможности, которые в нас существуют. Раскрыть их и помочь почувствовать удовлетворённость от профессиональной деятельности. Самореализация – это про наполненность нашего профессионального пути. Про наполненность и эмоционально, и интеллектуально, и про удовлетворённость. А что же такое потенциал? Мы встретили тоже в определении слова потенциал. Это наша способность к умножению своих внутренних возможностей. Но, конечно, прежде всего их нужно осознать, их нужно понять. Это то, чем помогает психология и тематика личной самореализации вам в профессии. Но с чем же мы сталкиваемся? Давайте посмотрим. У нас будет несколько разных диагностических вопросов. И с чем же мы сталкиваемся? Вот вы пришли сюда на вебинар. Наверное, вас что-то заинтересовало, вас что-то привлекло. Возможно, иногда нам не хватает смысла в нашей профессиональной деятельности. Мы не всегда понимаем, зачем это, какую реальную пользу я приношу. Мы не понимаем до конца свою миссию или цели. Иногда у нас происходит несовпадение культур, когда индивидуальная культура человека не совпадает с той или не до конца совпадает, или некомфортно в той культурной среде, в которой человек развивается профессионально, в коллективе, во взаимодействии с руководством. Иногда мы действуем по привычке, из необходимости надо что-то делать. И, к сожалению, не всегда успеваем смотреть на себя настоящего. Мы не всегда успеваем реализовать себя, потому что человек – это очень комплексный такой сосуд, алмаз личности. И наши «хочу», «хотелки» всегда совпадают с нашим «могу». Я знаю, что деятельность преподавателей, бизнес-тренеров, методистов, она очень наполнена. И иногда человек работает в стрессе, иногда его окружает некий цейтнот, такое состояние, когда внешние обстоятельства давлеют больше, чем возможность раскрыть себя, посмотреть на себя настоящего. Иногда мы отвергаем те перемены, мы боимся даже этих перемен, мы боимся своих ошибок для того, чтобы продвинуться дальше. Иногда мы даже вообще не понимаем, а зачем нам нужна эта самореализация. Да работает и работает, зарплата платится, и всё нормально. На самом деле это вопрос более высокого порядка, иногда даже философского уровня. Ещё одна проблема преградов самореализации профессиональной – это то, что мы не всегда ценим наши достижения. Нам нужно призвание, нам его не хватает. Мы не всегда умеем использовать наш опыт. И более того, иногда какие-то навязанные установки, привычки, они в большей степени на нас влияют и не дают нам возможности измениться. К чему это всё приводит? К сожалению, это приводит к таким последствиям, как профессиональное выгорание, отсутствие энергии, когда мы чувствуем, что мы тратим лишние силы и не успеваем восстанавливаться. Друзья, коллеги, поставьте плюсики, кому вот это актуально, кто это испытывал в деятельности, может быть, в текущей, может быть, был какой-то период в жизни, такого профессиональной усталости, когда вы чувствовали, что нет сил двигаться дальше. Поставьте, пожалуйста, плюсики, да, вот кому, да, да, вот видите, друзья, вы тоже меня понимаете. И вот согласитесь, что иногда нас просто выбивает это, да, мы не можем найти точку профессиональной опоры. Иногда страх перед неизвестностью, иногда не хватает неуверенности, не хватает, прошу прощения, уверенности в себе для того, чтобы двигаться дальше. И это нам, к сожалению, мешает. Это нам мешает посмотреть на себя настоящего. А вот задача нашего с вами вебинара как раз и прийти к себе профессионально настоящему, да, это такая фраза из психологии. И я надеюсь, что она там никого не покоробит, но я настоящая, это та личность, те ваши потребности внутренние, которые мы с вами сегодня попробуем раскрыть. Да, я вам покажу как. Ну что, сейчас я попрошу взять ручку, бумагу, и мы перейдем к первому такому диагностическому упражнению на удовлетворенность текущей деятельностью. Пожалуйста, пронумеруйте от единички до 15 в столбик, что нужно будет сделать. Я буду читать, или могу что-то читать, могу не все читать, да, вы это видите на экране. Ответьте для себя на вопрос. Моя текущая деятельность, первое, наполняет меня, радует, дает энергию. И вы напротив единички ставите плюсик или ничего не ставите, если этого нет. Второе, вдохновляет меня на постоянный профессиональный рост, хочется мне достигать больших высот. Третье, устраивает ли меня моим уровнем достижений, на котором я сейчас нахожусь. Четвертое, дает ли мне необходимое признание, понимание моей необходимости, нужности, видение полезных результатов. Отмечайте, пожалуйста, у себя на листочках, напротив каждого пункта, плюсики, если это существует, если это присутствует в вашей текущей деятельности. Прознание. Мотивирует ли меня на поиск новых знаний, обмен опытов. Пятый пункт. Шестое, дает ли текущая деятельность мне необходимый уровень общения в коллективе. Седьмое, позволяет мне комфортно чувствовать себя в трудовой культурной среде, порекомендовала ли бы я свою организацию своим друзьям, знакомым. Отмечайте, пожалуйста, у себя на листочках. Восьмое, помогает ли текущая деятельность соблюдать необходимый важный для меня баланс между рутиной и развивающими занятиями, необходимыми действиями и желаемыми. Девятое, реализуют ли мои потребности в определенных действиях. Мы сегодня об этом будем говорить, какие действия наполняют конкретно меня, индивидуально меня. Следующее. Десятое. Текущая деятельность содержит какие-то интересные задачи и вопросы для решения. Насколько для меня интерес есть, присутствует в моей текущей профессиональной деятельности. Следующее. Одиннадцатое. Насколько текущая деятельность развивает мои личные качества, дает возможность применить свои сильные стороны личности. Друзья, а вот не всегда так бывает. Иногда, когда мы работаем по привычке, не всегда это получается, что мы применяем личные качества и максимально полно их раскрываем. Та же потребность в коммуникациях, например. Одному человеку здорово нравится работать с коллегами-преподавателями, ходить на совещания. Даже я знаю таких людей. Удивительно, что такое есть. Кому-то очень нравится и он вдохновляется коммуникациями с учениками. А кому-то, наоборот, этого не хватает. Он чувствует какую-то некую замкнутость на работе. Следующее. Двенадцатое. Насколько текущая деятельность удовлетворяет мои финансовые потребности. Я понимаю, что сейчас, наверное, все укажут плюсик. Потому что нам кажется, что мы всегда не удовлетворены. Но здесь постарайтесь ответить себе на вопрос, насколько базовые финансовые потребности для закрытия базового уровня закрывает. Следующее. Тринадцатое. Дает ли возможность влиять на процессы, чувствовать некоторую свободу в создании смыслов, наполнении смыслами текущую деятельность? Четырнадцатое. Дает ли мне возможность быть информированным, быть постоянно в актуальной информационной среде? И последнее. Пятнадцатое. Текущая деятельность. Дает ли мне ощущение баланса между работой и жизнью? Дает ли мне возможность восстанавливаться? Коллеги, а у нас 15 пунктов. Напишите, пожалуйста, сколько из 15 у вас сейчас присутствует в текущей деятельности? Напишите, пожалуйста, в чат, какое количество пунктов удовлетворяет текущая деятельность. Из 15. Сколько их? 5 пунктов, 8 пунктов. Здорово. 15 даже. Здорово. Светлана Михайловна. Здорово. Вот, честно скажу, редко встречаются люди, у которых полностью работа удовлетворяет все потребности. Я очень рада за вас. 3, 7. Видите, не всегда у нас удовлетворяются потребности. 6, 7. Обратите внимание, что каждый вопрос связан с определенным элементом, по которому мы можем оценить, присутствует этот элемент в деятельности или не присутствует. Более того, да, если бы, например, вы рисовали вот такое колесо, то вы могли бы оценить. А на этом колесе профессиональном я могу уехать куда-нибудь, да, такое вот, называют колесо баланса, но в нашем вебинаре это колесо элементов профессиональной самореализации. Вот они, 15 элементов, да, у кого-то 6, у кого-то 7, значит, какие-то сферы, ну, немножечко проседают, да, не хватает удовлетворенности. Более того, я хочу сказать, что каждый из нас задается, наверное, вопросом, так стоит же все-таки что-то менять-то или, может, не стоит менять, что является индикатором вот этого ощущения. Нужно меняться, нужно профессионально дальше как-то вот самореализовываться или мне достаточно, друзья, ответом являются наши эмоции, потому что эмоции это наш критерий. Если вас это тревожит, если вас это беспокоит, если вы на вот этом вот уровне усталости настолько высокой и удовлетворенности настолько критичной, что вас это постоянно гложет, значит, вот это индикатор того, что нужно кардинально что-то менять. То есть, если вы находитесь на среднем уровне, в принципе, вас удовлетворяет, то стоит подумать над, может быть, определенными элементами, которые можно улучшить. Ко мне, как профарентологу, приходят три категории людей. Первая категория – это те, кто чувствует, что для них очень критично, и они хотят действительно найти профессиональное направление, которое вдохновляет или разобраться с текущей деятельностью и понять, на что я могу повлиять. Второе – ко мне приходят люди, которым, в принципе, для них терпимо, да, работу более-менее устраивает, но что-то не хватает. А вот что не хватает, вот это мы и исследуем. Ну и третья категория людей – это, так я называю, для тех, у кого любима, то есть кто любит самого себя, и те, конечно, тоже любят самого себя, но это категория людей, для кого, в принципе, все удовлетворяет, но они хотят быть более эффективными, более результативными. И наполнить свою жизнь на 100%, и тогда мы начинаем работать над самореализацией, над уверенностью в себе и так далее. Поэтому, что мы с вами сегодня посмотрели, да, вот первый небольшой вывод – очень важно диагностировать ваше текущее состояние, потому что от этого будет зависеть скорость движения, темп вашего развития, да, и те мотивы, которые будут вас вдохновлять на изменения в профессиональной деятельности или на развитие в этой деятельности. Более того, сегодня мы поговорим о наших истоках, то есть что нас формировало. И нас формировала или среда, в которой мы воспитывались, да, или воспитание, то есть к среде относятся СМИ, какие-то государственные события, события на уровне мира, да, на уровне вашего города и так далее. Это то, что наполняло вас в вашем детстве, это то, что было первично заложено в особенности вашего профессионального восприятия дальнейшего, да. И мне очень нравится такое понимание, как поколенческая теория, и мы с вами поговорим сейчас о ценностях того поколения, к которому вы относитесь. Я считаю, что это очень важная информация. И в России есть российская школа теории поколений, написано несколько книг по бэби-бумерам, эксам, миллениумам. Вы можете зайти на сайт, сами поисследовать и почитать. И для чего важно разобраться в нашем прошлом, да, потому что именно это формулировало и формировало мотивы наших поступков. По нашему прошлому можно оценить некую схему профессиональной жизни, по которой мы идем. Вы, наверное, уже знаете, да, это достаточно известная информация, что есть несколько поколений. Есть бэби-бумеры, есть миллениумы, эксы. Есть молчаливое поколение, это люди с 77 и выше. И есть еще хоумлендеры, это наши подростки до 17 лет. Я думаю, что у нас на вебинаре в большей степени присутствуют бэби-бумеры поколений иксов и игриков. И поэтому сейчас, да, вы ответите, кто вы. И я расскажу, что же формировало особенности личности того поколения. Давайте посмотрим на бэби-бумеров. Это было послевоенное время выживания, да, построение нового миропорядка. Это время, когда был коллективизм, колхозы, да, люди жили в квартирах-коммуналках, когда были ограничения в свободе слове, и ценностью являлось наличие какой-то вещи на всю жизнь, да, коллеги, вот наши родители, мои родители, да, кто коллекционировал ковры, посуду, да, там мог ходить, а, советские стенки и так далее. Кому это знакомо, кто это прочувствовал на себе, коллеги, напишите плюсики, да, кому это знакомо. Принципы людей этого поколения, то есть те, кто в возрасте от 55 до 77, плюс-минус 2 года, потому что есть переходные периоды из одного поколения в другой. Это принципы коллективизма, коллективного труда, когда все за одного. Это наличие сильной веры, это оптимизм, да, вера в будущее. Как чувствуют эти люди в самореализации? Для них очень важна сама суть работы. Поколение бэйби-бумеров часто работало по 10-30 лет на одном предприятии. Вот, например, моя мама-педагог, она больше 35 лет работает в одной организации, слава богу, что она ее наполняет профессионально и дает возможность карьерно расти. Но вот я понимаю, что я другое поколение, и я не могу работать в одной организации, мне нужно больше. И мы об этом тоже поговорим, об особенностях поколения. Коллеги, кто поколение бэйби-бумеров? Да, вижу плюсики. Это люди, для кого, кто ориентировался на сплоченную команду, личностный рост, для кого было важно личное вознаграждение и роль статуса. Это люди, кто ориентировался на пенсию, да, потому что другие поколения, сейчас современные, уже вообще непонятно, выйдем ли мы на пенсию, будет ли вообще такое понятие, как пенсия. И поколения – это те, кто испытывал дефицит в чем-то. Вот, например, для бэйби-бумеров дефицитом были книги, да, тогда только появлялось телевидение. Кто относится, друзья из вас, к поколению бэйби-бумеров, ставьте плюсики. Это важно, да, важно себя найти в этом, потому что совершенно другая была среда, с которой выросли. Второе поколение – это, я думаю, что среди нас есть те, кто в возрасте от 35 в среднем до 55, это те люди, которые застали кассеты, телефонные аппараты, да, граненые стаканы, настоящая мороженая лакомка, кто жил в перестройку среди пейджеров, еще тогда не было интернета, кто застал незаконное предпринимательство, бесплатное высшее образование. Как говорят представители этого поколения, мы, поколение между эпохами, мы умеем меняться на лету без всякой опоры. Для этих людей важен индивидуализм, важно отличаться чем-то от своих родителей, обучение в течение всей жизни, да, некая независимость, важность неформальных связей. Коллеги, кто среди нас поколение иксов? Напишите икс или единичку, кто иксы, давайте, чтобы у нас не сливалось с бэби-бумерами. Единичку или икс, поставьте, кто у нас поколение иксов. Для вас важно было устраивать неформальные связи, статус уже перестает быть настолько критичным для вас, да. И еще одно поколение среди нас, возможно, да, я думаю, что есть среди нас это поколение. Это, конечно же, игреки, я сама отношусь к поколению миллениумов. Это люди, которые застали изменения на государственном уровне, когда все менялось, когда развивались новые формы занятости, в том числе фриланс, развивался интернет, компьютеры, развивалось предпринимательство. Посмотрите, какой сейчас бум предпринимательства. Это те, для кого важна общительность, потому что мы росли в профиците электронных устройств, для нас дефицит вот этого естественного оффлайн общения, он очень чувствуется. Как говорят представители миллениума, для них важна стремление к быстрым победам, да, важность немедленного вознаграждения, а не ждать там 20 лет, когда тебе дадут какой-то бонус и еще там плюс некий сертификат, диплом или значок от государства. Поколение игреков живет совершенно другими темпами. Для них важно комфортные условия на работе, потому что одна треть жизни проходит на работе. Мы ищем предназначения, а не просто работаем за деньги. И соцсети для нас – это возможность похвастаться, заявить о себе, и это нормально. Коллеги, смотрите, вот насколько важно понимать особенности поколений, что это дает. Конечно, это дает возможность понять наши отличия от других людей. Если говорить о профессиональной деятельности, это снижает определенный градус претензий к другим людям, да, претензий и требований к современной среде, потому что она тоже поменялась, я сейчас расскажу как. Кроме того, это дает возможность определить для себя границы, где вы подстраиваетесь, и на что вы все-таки можете влиять в профессиональной деятельности. Коллеги игреки, есть среди нас друзья, преподаватели, тренеры, методологи, профориентологи, есть ли среди нас современное поколение игреков? Отметьте, пожалуйста, плюсиками или игреками. Очень важно понимать эти поколенческие различия, потому что это вас формировало, формировало вашу среду. Давайте сейчас возьмем ручку, да, и попробуем ответить на следующие вопросы. Что на меня влияло из прошлого? Что влияло? Какие были у меня занятия в детстве, которые очень мне нравились, да? Вот, например, в нашем детстве мы любили, мы жили во дворе, да, когда было свободное время, мы сами придумывали себе игры, да, мы сами создавали какую-то, какие-то роли для себя, и сейчас уже, да, прошло там 20-30 лет, и мы ощущаем, что мир поменялся, и нам нужно продолжать создавать для себя ту профессиональную роль, а не подстраиваться по ту, которая есть. Так вот мыслит поколение миллениумов. Было ли что-то для вас в дефиците? Коллеги, напишите, пожалуйста, было ли что-то, какие-то занятия в детстве? Приведите пример, да, которые сильно на вас повлияли. Вот на меня, как я рассказала, очень сильно повлияло такой коллективизм, который еще тогда в детстве присутствовал, поэтому я сейчас не очень люблю работу, которая направлена на только сосредоточенную, индивидуальную работу. Я обязательно должна куда-то выйти, я должна быть в коллективе, мне важно общение. Вот эти вот важные элементы в профессиональной деятельности, на них стоит обратить внимание, их нужно вытащить из себя, эти смыслы, потому что только для вас они имеют значение. Коллеги, есть ли какие-то влияния, которые оказали, оказало на вас прошлое, и сейчас оно проявляется в профессиональной деятельности? Может быть, вы чем-то занимались, а может быть, были занятия, которые, например, сейчас не раскрыты в вашей профессиональной деятельности, но вы очень любили. Было такое, коллеги? Я смотрю, прям все задумывались, все вспоминают свое прошлое. Коллеги, было что-то похожее? Да, вот понимание своего прошлого – это очень важно. И на что это влияет? Иногда это влияет на понимание тех моментов, без которых вы не представляете свою работу сейчас, свою профессиональную деятельность сейчас, и это идет именно из прошлого. Вот, видите, любили читать, читать математику, танцы любили. А коллеги, которые ответили, скажите, пожалуйста, а сейчас каким-то образом эти потребности у вас реализуются в профессиональной деятельности? Дайте ответ, пожалуйста, в чат. Немножко подожду. Вот как здорово. Видите, детские интересы неожиданно трансформировались в нынешнюю деятельность. То есть, получается, потребности, которые были в детстве, они сейчас полностью реализовываются. Это здорово. Татьяна, скажите, пожалуйста, на сколько процентов вы чувствуете, что вы самореализованы в текущей деятельности? Видите, вот у кого-то нереализованы, у кого-то реализованы. И это на самом деле надо поисследовать. Возможно, есть что-то, что позволит почувствовать больше удовлетворения от текущей деятельности. Таким образом, среда влияет на формирование наших мотивов, да, на принципов нашей профессиональной деятельности. Движемся с вами дальше. Я обещала рассказать о том, что же поменялось в восприятии текущих профессий, да, мы об этом с вами поговорим. Прежде всего, ушло в прошлое понимание, что сейчас одна профессия выбирается и на всю жизнь. На самом деле, приветствуется многовариантность, приветствуется усиление своей личности разными профессиональными ролями. Вы можете быть преподавателем, вы можете совмещать это с методистом онлайн-курсов, вы можете быть бизнес-тренером или там тренером в образовательной среде и совмещать это с предпринимательством, да, потому что какая-то потребность в своем там личном бренде, она может быть реализована только таким образом, да. Сейчас многое перешло в онлайн-образование, в онлайн-среду, и когда я недавно, год назад проходила повышение квалификации в МГУ по профориентации, преподаватели обратили внимание на то, что в ближайшем будущем, ну там, в ближайшее десятилетие, да, оффлайн-встречи в аудитории, это будет элитное образование, оно будет гораздо дороже, нежели онлайн-образование. Дальше еще один важный тренд, что не надо себя мыслить в карьерном развитии только вертикально, да. Есть сейчас и горизонтальная плоскость, это как раз вот развитие в смежных областях, развитие, может быть, в областях связанных с личным брендом, с маркетингом, да, с предпринимательством, еще какие-то области, которые для вас важны, с разработкой тех же там материалов или интересных программ. Более того, я считаю, что ошибкой является для человека то, когда он не, когда он думает о смене профессиональной деятельности или о корректировке, да, своего профессионального пути и при этом не опирается на свой прошлый опыт. То есть, например, человек там, хороший педагог или хороший юрист и вообще с нуля бросается в новую сферу, да, совершенно забывает те навыки, которые у него есть. Сейчас в современной профориентации, в современной самореализации очень важно как раз уметь использовать свой опыт, свои умения, свои компетенции. И это, я вам гарантирую, понадобится, обязательно где-то всплывет, даже если вы хотите дополнить свою текущую деятельность новыми профессиональными ролями. Итак, мне очень понравилась фраза про современную карьеру, что современная карьера это определенная галерея опытов, да, и важно, это тоже термин последних, да, десятилетий, создавать максимально конкурентное портфолио для рынка, да, для рынка труда. Давайте поговорим об этапах самореализации, потому что мы сегодня с вами рассмотрим первый важный момент. Я не буду детально на них останавливаться, потому что дальше мы будем в этом направлении двигаться, но очень кратко озвучу. То есть первый момент, это как раз понять свои потребности, свои цели и критерии деятельности, которая для вас важна в самореализации. Второе, это понимать себя, свою личность, свои предрасположенности, то, с чем вы родились. Это понимание тех качеств личности, которые способствуют вашему развитию в профессии, или, может быть, мешают этому развитию. Третий важный момент, когда мы соединяем свои личные цели и потребности, мы соединяем условия, которые для нас, которые гармонично нас раскрывают как личность в профессии, тогда получается так называемая формула профориентации, я ее так называю, некая точка сборки для принятия решения о как раз дальнейшем выборе профессиональных ролей, об оценке удовлетворенности текущей деятельностью и выбрал уже направление. Ну и пятое, конечно, после того, как мы сделали выбор, мы оценили, нужно понять, есть ли у нас энергия на проработку алгоритма, пошагового алгоритма для повышения квалификации, для получения новых знаний, нового опыта. Это вопрос стратегии. И сейчас мы с вами начнем с целей. А что мы хотим? Это вопрос про наши хотелки. Друзья, скажите, пожалуйста, бывало ли такое состояние, когда вы погружаетесь максимально в то занятие, вы погружаетесь максимально в какую-то разработку документов, вы не чувствуете времени, вы находитесь в так называемом состоянии потока. Коллеги, бывало ли такое у вас? Возможно, вы вели лекцию и просто забыли, что, боже мой, она уже закончилась. Вы вели какое-то занятие или вы выступали где-то. Может быть, вы сидели и писали, писали, работали над книгой, работали над каким-то методическим материалом. Это вас так захватывало, что вы просто были погружены в это состояние потока. Коллеги, что это были за занятия? Можете привести примеры? Кто любил чтение? Может быть, вы действительно погружаетесь в книгу и не замечаете, что вы уже там 2-3 часа просидели. Что это за занятия? Приведите примеры, пожалуйста. Что это были за ситуации такие? Состояние потока. Кому оно знакомо? Кто это испытывал? Вот это такое максимальное ощущение самореализации в той деятельности, в которой вы находитесь. Приведите пример вот какого-нибудь занятия. Есть ли какое-то занятие, коллеги? Чтение. Вот, разработка собственных курсов. Вот так. Составление отчёта. Здорово, представляете? Олеся Михайловна, я вам завидую, когда вы составляете отчёт и прям погружены. Здорово, хорошо. Уроки, да. Возможно, на каких-то уроках вы настолько наполнены этой деятельностью, да? Когда вы ищете информацию в интернете. Но вот интернет иногда нас, конечно, затягивает, да? С этим прошу не грешить. Но если вы знаете, ради чего, ради какой-то конкретной цели вы ищете материал, то да, действительно бывает, что это нас затягивает. Коллеги, а вот давайте про ухотелки, да? Вернёмся ещё раз. А вот получать удовольствие вы бы хотели от процесса? Чувствовать себя хозяином своего времени вы бы хотели? Коллеги. Так, сейчас запущу, коллеги, опрос. Ответьте, пожалуйста. Может быть, какой-то свой вариант. Что бы вы хотели чувствовать в своей профессиональной деятельности? Чувствовать себя полезным, важно. Так. Здорово. Какие ещё есть ощущения, что бы вы хотели чувствовать в этом состоянии потока, да? Что вам, может быть, не хватает в деятельности? Вы хотели бы... Вот наши цели, да? Вот они откуда появляются. Так. Даю вам ещё полминутки, чтобы ответить. Есть, возможно, какие-то свои потребности вы напишите, что бы вам хотелось испытывать в текущей деятельности, кроме удовольствия, да? Чувствовать себя хозяином своего времени здесь имеется в виду не абстрактно, а именно возможность влиять, да, в процессе профессиональной самореализации на то, как вы управляете временем, то есть как вы наполняете, в какое время вы что делаете, да, и так далее. Есть должности, которые вообще не позволяют. Например, секретарь. Ну, вот он совсем практически не управляет своим временем, да, потому что его всё время дёргает там руководитель. Только он, наконец-то, за порог, секретарь может как-то вот гармонично спланировать своё время. Так, хорошо. Коллеги, да, вот смотрите, насколько тема актуальна, да, то, что действительно у нас есть те потребности, которые, те хотелки, да, которые бы нам хотелось реализовать. Коллеги, ещё кто-то ответит? Если ещё время на подумать, даю вам несколько секунд. И те, кто ответил, возьмите, пожалуйста, лист бумаги и напишите минимум три своих «хочу». Ваши «хочу» в профессиональной деятельности. Ощущение полезности, смотрите, у нас перевешивает с вами, да, 60, больше 60% у нас ответили за ощущение полезности. Вот подумайте над тремя своими «хочу» целями, да, что бы вы хотели, какой самой реализации вы хотели бы в профессиональной деятельности. И кто может, поделитесь, пожалуйста, в чат, что это за потребности. Спасибо большое за ответы. Что-то из того, что вы напишете, может быть условиями, при которых вы полностью раскрываетесь в своей деятельности, да, что-то станет действиями, то есть, что бы вы хотели, что бы обязательно присутствовало. Например, я задала эти вопросы своей маме, да, кто является педагогом. Она сказала, вот, мы воспитываем детей прежде всего, второе, мы их обучаем и влияем на развитие, да, обучение, развитие, воспитание. Мы делимся информацией, да, мы влияем на эмоции. Что-то из этого для кого-то может быть вашей потребностью, то есть вам очень важно влиять на настроение ребёнка, важно участвовать в его развитии, участвовать в его жизни. Вот это тоже может быть вашими потребностями, вашими хотелками. Есть ли какие-то примеры, коллеги? Возможность обратной связи, да, свободный график. Это, кстати, относится к условиям как раз профессиональной деятельности. Что ещё вам важно в профессиональной деятельности? Поделитесь, пожалуйста. К сожалению, мы, нас так, школа и вузы, наше образование иногда учат быть и жить с потребности надо, да, и мы мало задумываемся над тем, а что же мы хотим, вот, реализовывать свои способности. Здорово, это очень важно в текущей деятельности. Я вам расскажу об очень интересном исследовании трудовой мотивации. Кто хочет более подробно, может почитать в книге, заряженной на результат. Исследование было посвящено факторам, которые влияют на повышение нашей трудовой мотивации и снижение факторов, которые относятся к прямой мотивации. Это, первое, наличие игры, элемента игры, то есть когда вам нравится, что вы делаете, когда вами движет любопытство, когда вы склонны к эксперименту, к творчеству. Коллеги, у кого есть элемент игры в вашей профессиональной деятельности, напишите, пожалуйста, плюсики. Про цель, то есть когда вам ценен результат деятельности, когда вы чувствуете, что цените эффект от работы, когда совпадают ваши ценности и убеждения с тем, что у вас получается. Это про цель. И третий показатель – это реализация собственного потенциала. Вот как раз, как Яна Геннадьевна написала, потенциалы, способностей. То есть выполнение работы, исходя из уверенности в том, что эта работа даст нечто большее, а не просто выходите за зарплату. И есть, да, замечательно, цель есть, присутствует цель. Вот об игре мы иногда забываем, да, потому что кажется, что это больше к детям относится, хотя не факт. Это исследование было среди компаний, организаций, ведущих компаний, да, и игра, элементы игры, интересы, любопытства присутствуют и в нас, дорогие коллеги, тоже присутствуют, и это нас мотивирует. А вот есть факторы, которые снижают нашу мотивацию. Прежде всего, это эмоциональное напряжение. Почему это является косвенным элементом? Потому что, когда вы постоянно находитесь в стрессе, невозможно работать. Эмоциональное напряжение может мотивировать вас на короткий промежуток времени, но не быть в долгосрочной перспективе вашей мотивации. Так же, как и экономическое давление. Если на вас всё время давят одни только деньги, да, только деньги не вызывают у нас экономической мотивации. И всё зависит от реальных стимулов. Всё-таки речь про вознаграждение или про наказание. Если вас постоянно наказывают за ошибки, а ещё и рублём, вы не сможете долго проработать. И третий фактор – это инерция. То есть, когда мы просто делаем то, к чему привыкли, да, и на нас ничто не влияет. Ни изнутри мы не меняемся, ни внешне. Мы просто делаем, ну, потому что привыкли, потому что это есть, да. Коллеги, какие элементы, да, тоже вот напишите себе на листочке, вот даже с тем листочком, с которым вы работаете, какие из шести элементов у вас есть в деятельности. Я их ещё раз покажу. Да, какие элементы есть, а каких вам не хватает элементов. Коллеги, кто поделится, каких элементов не хватает вам в деятельности? Причём в долгосрочной перспективе, выбирая и реализуя свой профессиональный потенциал, можно работать именно на элементах прямой мотивации, на игре, цели и реализации собственного потенциала. Невозможно в долгосрочной перспективе, например, действовать всё время из стресса, да, из эмоционального напряжения, или, например, когда вы находитесь в коллективе, который на вас давит, или начальник, который не может оценить по достоинству, услышать вас, да, и дать какой-то мудрый совет. Видите, игры не хватает, цели не хватает. Да, действительно, к сожалению, не всё у нас есть, не всё у нас присутствует. Вот, была бы ошибка, если бы за каждый результат труда по экономическому давлению нам всё время платили бонус, да, мы бы просто всё время тогда ждали бонуса за каждый результат, и просто разрушилась бы система мотивации в организации. То есть это не тот фактор мотивации, который действительно вами движет. Есть инерция, да. Коллеги, а давайте вернёмся к тому кругу элементов, да, вот тем 15 пунктов, которые мы рассматривали в начале. И я вам дам сейчас задание, предлагаю это сделать уже после вебинара, но оно очень будет важным, оценить, выписать, во-первых, список факторов по каждому из 15 элементов. Это будут внешние факторы и внутренние, то есть те, которые идут изнутри. Оценить, насколько критично влияют эти факторы на ваше вот, на ваше самосостояние, да, сейчас, чтобы понять, всё-таки хочется меняться, хочется что-то, какой-то элемент поменять своей профессиональной деятельности или нет. Приведу пример. Например, допустим, первый фактор, да, не хватает энергии. То есть, например, вам, может быть, не нравится какой-то функционал, который вы делаете, да, это внешний фактор, а внутренний вам не хватает возможности для, там, самовосстановления. Это тоже очень важный момент. Или, например, рост, элемент роста. Какой внутренний фактор? Кстати, приведите пример, вот, профессиональный рост. Есть ли какой-то внутренний фактор, сдерживающий, который может, да, мешать самореализации? Есть ли какой-то фактор внутренний в росте, который мешает профессиональному росту? А может быть, вы сами закрываетесь от возможности? А может быть, вам не хватает уверенности в себе, что нужно расти, да? Скромность, да, да, это внутренний фактор, согласна. И про достижения можно также сказать лень, согласна. Светлана Михайловна с вами, да. Или, например, люди, да, шестой пункт. Может быть, вам не хватает наставника, который бы двигал вашу мотивацию вперед с внешней точки зрения, да? А может быть, внутренне вы действительно такие скромные и осторожные, да? Может быть, вы не расширяете круг своих контактов и окружения. Коллеги, это задание, конечно, мы не сможем сделать с вами полноценно на вебинаре, но это очень важный момент. И после того, как вы написали факторы, справа укажите критичность от 0 до 10 баллов. То есть, насколько 0 баллов на меня этот фактор практически не влияет, я, все нормально со мной. И 10 баллов, это, ой, этот фактор прям мешает моей эффективности, мешает моей работе. Коллеги, очень важное задание, да, я прям приглашаю вас к тому, чтобы сделать его. А мы с вами движемся дальше, мы поговорили о том, по каким принципам мы делаем жизненные выборы, да, и с чем бы нам хотелось работать. И переключимся на очень важный параметр. Это предрасположенности. Это те моменты, те элементы в психике вашей личности, элементы в темпераменте, мышлении, которые очень сильно влияют на восприятие, на вашу картину мира, влияют на те ценности и интересы в профессиональной жизни, которые вы считываете. Я говорю о психотипе, потому что я изучала направление соционика. Это определение и анализ психотипа личности. И я очень серьезно отношусь теперь к тем заложенным в нас особенностям личности, потому что со стороны мы не всегда это можем оценить, увидеть, а зная свой психотип, вы действительно понимаете причины, заложенные в вас. Это не то, когда мы берем тест и там 50 вопросов отвечаем и получаем какой-то результат. Нет, друзья, тесты не дают такого результата, потому что влияет ваше состояние, в котором вы тесты заполняете, поведение ваше оценивается. Это неправильно. Психотип личности – это как раз оценка заложенных в тех элементов психики. Это восприятие вашего мира. Как вы принимаете информацию, как вы ее считываете, что вы фильтруете из мира. Это про это. И существует четыре параметра восприятия – экстравертность, интровертность, рациональность, рациональность, сенсорика или интуиция, логика или этика. И я вам сейчас покажу, насколько мы разные. И как, анализируя свою текущую деятельность, важно как раз понимать вот эти особенности своего мира восприятия, своего восприятия и профессиональной деятельности в том числе. Итак, обратите внимание, давайте оценим, присутствует ли в вас это. Когда вы любите переключаться между разными задачами – это экстраверсия. Когда для вас в течение дня нормально заниматься совершенно разными задачами – это, наоборот, повышает вас трудовой интерес. Когда в профессиональной деятельности вы склонны одновременно развивать несколько своих направлений, а не узко специализироваться на чем-то одном. Когда к вам поступает новая задача, вы целостно на нее смотрите, вам важно общую информацию сначала получить и только потом перейти постепенно к деталям. Выступления, занятия с аудиторией, с детьми, с подростками, с взрослыми людьми вас наполняют, вам придают уверенности. Вы любите постоянный приток новой информации, которая для вас необходима. Кто себя узнает, коллеги, ставьте плюсики, вижу уже, что узнаете. Вам важно, когда много разных людей выделяют ваши достижения, и когда вам комфортно взаимодействовать в принципе с широким кругом лиц. Это экстраверсия. Причем, если у вас это есть, это значит, что в вашей профессиональной деятельности должно обязательно это присутствовать. Вот эти элементы общения, разнообразие, многообразие и так далее. Вот, видите, 5 из 8. Но это ближе к экстраверсии. Конечно, однозначно мы сказать не можем, потому что мы можем только предположить сейчас, сделать гипотезу, но все равно поисследовать себя здесь нужно. Или, например, вот что повеселее, чем отличаются интуит и сенсорики. Представляете, мы тоже разные. Что нам важно в деятельности? Сенсорикам важен комфорт, вещи, они чувствуют конкретику, они говорят конкретно, да, вам, может быть, важно сесть, удобно заняться своим делом. А интуиты совершенно другие. Вот я, например, интуит, я даже говорю быстро. Сенсорик не будет так быстро говорить, он будет основательнее, говорить медленнее. А интуиты любят вдохновляться идеями, создавать концепты. Они такие выдумщики, они любят думать на ходу, переключаться между задачами, бегать. Им важна общая атмосфера. Представляете, какие мы разные. И мы в деятельности, в профессии тоже разные. Коллеги, замечали таких людей, да, вот сенсориков, интуитов? Поставьте плюсики, может быть, пример какой-то приведете. И это только часть нашей психики, представляете? А еще и мы бываем рационалы и рационалы. Для кого-то нормально спокойно взять и идти по графику своей работы. А вот и рационал это будет выбивать. Вот, допустим, для и рационала очень сложно будет постоянно вписываться в жесткие рамки. Нужно будет какое-то ощущение свободы. И это будет ваша индивидуальность, это будут ваши условия трудовой деятельности. Может быть, да, у нас может встречаться и что-то сенсорное, и интуитское. Но, допустим, когда мы определяем психотип, все равно есть нечто ведущее. Вот, сейчас, конечно, по такому экспресс-диагностику нельзя понять точно, но в психотипе это отражается. Или, например, вот всегда люблю наблюдать, насколько логики и этики по-другому работают. Да, логикам важно, что сказать на уроке, какие материалы с собой взять. Они оценивают целесообразность того или иного действия, полезность. Они любят изучать закономерности, систему. Этики чувствуют совершенно по-другому. Для них важно улыбнуться, передать настроение, почувствовать аудитория, как отреагировала. Логикам важно передать материал, а этикам важно считать переживания, настроение учеников. Для них важна душевность. Они мыслят более субъективно. Коллеги, кто в своем коллективе встречал этиков? Есть ли этики и среди нас? Интуит, логик. Так, уже немножко себя оценили. Хорошо. Этик, да. Этики очень деликатные, они очень мягкие бывают. А логики, они более четкие, более структурированные. Вот я, коллеги, логик. Да, уж прошу прощения, может быть, за какую-то прямолинейность, но это особенности моего мышления. Я логик и интуит. А этики даже по-другому разговаривают. Они улыбаются, у них там мимика другая. Коллеги, вот это, почему нам это важно? Знание своего психотипа нам дает возможность понимать сильные стороны. Потому что, допустим, экстраверт, ну, скучно будет весь день сидеть в одном кабинете. Ему нужно разнообразить. Интроверту, наоборот, хорошо, нормально, он сделал свое дело и пошел отдыхать. Да, он научился сосредоточиться, чтобы его никто не отвлекал, чтобы там на перемене он спокойненько в уголок затесает, да, сидит в уголке своем и отдыхает. Да, вот интроверту, ну, после интенсивного занятия интроверту нужно вот 100% отдохнуть, и чтобы его не трогали. Да, и более того, эти знания помогают нам исследовать свои как раз задатки. То есть то, с чем мы родились, потому что способности наши отличаются влиянием среды, нашим воспитанием, и способности мы можем развивать. Если вы хотите развить какое-то себе качество или способность, вы вполне можете это сделать, есть алгоритм, как это сделать. А вот то, о чем я сейчас говорю, это как раз про задатки. Если вам будет интересно поизучать вот это направление, да, соционическое, есть бесплатные уроки, я вам их как раз предложила, вы всегда можете к ним обратиться и немножечко себя получше изучать. И, может быть, даже протипировать себя. Движемся дальше. Сейчас мы поговорим о важном элементе в вот этом круге самореализации. Это про то, что бы я хотел делать. Через что я хочу реализовываться в своей деятельности. Мы уже с вами говорили, немножко касались этой темы, сейчас мы рассмотрим ее немножко с другой стороны. Это про то, что мне нравится делать. Коллеги, возьмите, пожалуйста, ручку и напишите 2-3 действия, что вам нравится делать. Воспитывать, передавать информацию, да, и что у вас хорошо получается. Может быть, у кого-то хорошо получается говорить, вы хороший спикер, а у кого-то лучше получается писать, и вы любите статьи, да, вы там раскрываете себя в большей степени, нежели когда вы выступаете. Это все про те действия, которые бы мы хотели проявлять в нашей профессии. Причем, когда мы говорим о том, что нам хочется, то есть наши потребности, это говорит о том, что мы заряжаемся в них энергией. Мы меньше тратим энергию, работая по слабым сторонам. Ой, точнее, прошу прощения, мы больше тратим энергию, работая по слабым сторонам. Именно поэтому нужно изучать свой психотип, и мы больше получаем удовлетворенность, когда мы работаем по своим сильным сторонам. Так, обучать, изучать, отлично. Отлично. Хорошо. Еще очень важный момент, которым мы тоже сегодня наполнимся, это нужно уметь отличать вот эти хотелки от того, что надо. Я вам предлагаю упражнение, которое вы возьмете на домашнее задание. Разделите, пожалуйста, сейчас страницу на две части. Ох, это Татьяна Викторовна, да, у меня хорошо получается выдавать сертификат. Это здорово, отлично. Разделите, пожалуйста, страницу на две части. Слева будет «Я хочу делать», так и напишите «Я хочу делать». А справа будет «Мне надо делать». И я вас приглашаю в вот эту диагностику, которую вы сможете провести уже после нашего занятия, оценить, прописать список, что я хочу делать. Обычно в программах профориентации у нас, мои клиенты, они пишут больше 30, больше 50 глаголов, которые хочется делать в текущей деятельности. Ну, конечно, мы потом их приоритизируем, да, накладываем на текущие условия, но это очень важно. И справа вы выпишите то, что надо. Вот вам надо, надо сдать отчет, да, надо прийти к 9 утра на занятия вовремя, да, все ваши «Надо». И также оценить их критичность. Если «Надо» перевешивает ваши «Хочу», это значит, что вам нужно лучше, глубже понять себя, да, оценить текущую деятельность и все-таки подумать над тем поиском смыслов, поиском целей, да, которые могут вас наполнять. Это очень важно. И мы с вами подходим к последнему этапу в самореализации в профессии. Это этап выбора, да, это этап выбора, когда вы все-таки принимаете решение о том, что требуется дополнительно доразвить какие-то свои личные качества, дополнительно вас интересует некая новая роль, которую бы вы хотели, вам она нравится, но она не реализована в текущей деятельности, да. И я напомню алгоритм самореализации, по которому мы шли, да, мы говорили о том, что нужно сначала выделить цели, понять вектор развития, нужно глубоко изучить особенности своей личности, психотип, темперамент, мышление и так далее, свою картину мира. Нужно создать формулу профориентации, когда у вас происходит сцепка ваших личностных хотелок и хотелок в плане условий, видения своего образа деятельности. Далее вы делаете выбор между профессиональными ролями. У нас вот в программах профориентации на это уходят целые две консультации, потому что выбор сделать непросто в современном мире возможностей. И последний этап – это разработка стратегии. Так вот, по поводу ближе к тому все-таки меняться или все оставить как есть. Ответьте, пожалуйста, сейчас на вопросы и тоже напишите в чат. Вот те потребности, которые мы с вами сейчас формулировали в ходе общения, эти потребности присутствуют в вашей текущей деятельности? Вот ваша текущая деятельность их закрывает? Если что-то не хватает, могу ли я привнести в текущую деятельность что-то новое, чтобы все-таки наполниться больше? Могу ли я на что-то повлиять в текущей деятельности, чтобы дозакрыть какие-то потребности? Коллеги, поделитесь, пожалуйста, своими результатами, да? Насколько закрываются эти потребности? У меня был момент, когда я 10 лет развивалась тоже в одном направлении, была в одной организации, которая менялась, но в самый последний год, почему я ушла из этой организации, потому что у меня перестали закрываться мои потребности. И вот сейчас, являясь методистом, профориентологом, я как раз чувствую вот эту максимальную самореализацию, и поэтому в какой-то момент для меня было важно учесть эти потребности в текущей работе. Если не хочется почти ничего, но здесь нужно поисследовать, почему. Может быть, понимаете, смотря ещё к какому поколению мы относимся, и здесь нужно поисследовать, что на вас влияло. Может быть, в текущей обстановке вас всё устраивает. Елена Анатольевна, скажите, пожалуйста, на сколько процентов вас текущая деятельность устраивает? Если она устраивает на процентов на 80, то, ну, видите, да, вот не все потребности закрыты. Раиса Васильевна, запись будет, да, всё нормально. Презентация будет, всё будет. Если сейчас вас всё устраивает, да, возможно, нужно посмотреть, а какие-то потребности, все ли они реализованы, да, на 100%? Ну, вот если вы удовлетворены деятельностью примерно там на 80-100%, то, в принципе, большинство людей что-то не меняет. Ну, если на 50, вот здесь я бы всё-таки вот посмотрела, да, поисследовала этот вопрос на 60%. А есть те, кто ощущает, что вот процентов на 30-40? Коллеги, есть среди нас те, кто чувствует, что вот, ну, что-то прям совсем мало, вы вот прям ходите на работу, да, за зарплату или за какие-то другие факторы, да, но вы не чувствуете самореализации. Смотрите, мне очень нравится наша аудитория, всё-таки большинство ощущают себя реализованными, но обратите внимание, пока что-то 90 и 100% никто не написал, значит, всё-таки есть что-то, что хотелось бы дозакрыть, вот, и... Угу, хорошо. А если вы всё-таки не можете повлиять, да, что с этим делать? Нужно поизучать, есть ли желание меняться, оставаться ли вы в текущей профессии, или, может быть, дозакрыть эти потребности, которые вот у вас не закрыты текущей деятельностью, новой профессиональной ролью, это нормально в современном мире, наполниться новыми смыслами, может быть, войти в какое-то новое окружение, да, стать частью нового коллектива, даже если это будет онлайн. Коллеги, вы знаете, сейчас онлайн-среда некоторая потребность у нас закрывает, которую мы на текущей работе, допустим, не можем получить, и это нормально. И подхожу сейчас уже к итогам, да, что же влияет на нашу самореализацию? Конечно, влияет понимание наших личностных качеств, то есть что нам помогает. И мы вот, допустим, в психотипе очень чётко можем понять, вот эти наши качества, они нам помогают в деятельности, или они нам мешают развитию, да, и это тоже надо поисследовать. Вот коллега, которая ответила, да, что пока как бы у меня нет никаких потребностей, да, там ничего не хочется. Возможно, какие-то личные качества, возможно, там, даже семейная среда иногда может блокировать наш потенциал, да, и это тоже сейчас, к сожалению, нормально, и если у вас есть желание чувствовать большую наполненность, значит, нужно над этим отдельно поработать. Влияет также то, что у вас в приоритете. Коллеги, вот когда мы ищем свою самореализацию, своё признание, если вы находитесь на этапе, нужно хоть что-то заработать, то это немножко не про призвание. Если вы всё-таки хотите наполниться, хотите наполниться большими смыслами, хотите, чтобы большее количество потребностей ваших реализовывалось, это про самореализацию. Приведу тут такой немножко бытовой пример, да, когда человек хочет в туалет, ему уже не до чего, ему нужно закрыть эту потребность, вот это как раз про это. А ещё очень важный фактор, мы сегодня рассмотрели, какие могут быть индивидуальные мотиваторы у вас, да, и сила мотиваторов очень сильно влияет на вашу активность, на ваш темп профессионального развития. Также влияет такой фактор, как понимание своих навыков. Друзья, вы знаете, бывают такие моменты, что есть навыки, которые у нас есть, но они не реализованы. Я приведу отдельный пример. Для одного образовательного проекта нужно было сделать видеоуроки. И тренер записал их в студии и искал в своем окружении людей, которые могут обработать эти видеосюжеты. Смешно, но учиться обрабатывать видеосюжеты в специализированной программе я ещё начинала лет в 17. Это было моё увлечение. И сейчас, спустя 15 лет, мне заплатили, как фрилансеру, за это деньги. Я была крайне удивлена, что я вовремя вспомнила, что я это умею. Оказалось, что мне это ещё и нравится. Коллеги, поэтому реализация своих навыков, которые зашиты у вас где-то внутри, в глубине, она может происходить по совершенно разным направлениям. И это тоже нормально. Я была очень удовлетворена, когда сейчас вижу красивый курс обучения, благодаря тому, что я вспомнила, что я умею технически вот такие вот навыки. Поэтому капитализация своих навыков, посмотреть, поанализировать рынок, посмотреть, насколько вы свои компетенции можете, как они оцениваются рынком. И даже если вы не найдёте себя на рынке, ничего страшного, можно создать свою роль, свою профессиональную роль и найти этому применение. Я вас уверяю, что это можно сделать, просто нужно это правильно поисследовать, поизучать и ещё внутри формировать уверенность в себе. Это к вопросу о понимании личных качеств, которые вам помогают, потому что, к сожалению, многие поколения, и baby boomers, и у Y, и у X, и у хомлендеров, Z поколения, нам не хватает часто уверенности в себе, потому что эта уверенность закрывалась нашим окружением, она не развивалась, не раскрывалась, и личное качество поизучать, кто-то ходит к психологу на личную терапию, по этим вопросам тоже очень важно, потому что часто наши страхи, наша неуверенность, они в большей степени нас ограничивают, нежели понимание себя и понимание своей деятельности. Ну и, конечно, стратегия – это последний шаг, то есть это некий пошаговый алгоритм, что же я могу сделать, чтобы поменяться. И закончить я хотела бы тем, что какой же я, это образ того, какой вы в деятельности, да, вот мы сегодня говорили про условия, про критерии, про наши действия, но мы не говорили с вами немножко про образ. Кто-то хочет себя видеть активным, спокойным, средоточенным, внимательным, да, и так далее. У каждого свой образ своей самореализации. Я вам рекомендую, опять же, после вебинара подумать над этим образом. Можете даже его нарисовать. Вот мы, например, на консультациях есть задание, где мы рисуем образ текущего я и идеального я, и смотрим, как же можно дойти до вот этого идеального я. Это к вопросу о наших стратегических шагах. Ну и давайте подведем итог, да, сегодняшней нашей встрече. Сегодня вы узнали, что очень важно все-таки разделять то, что идет из вас, изнутри от ваших потребностей, как влияла на вас среда, да. Вы, возможно, стали больше обращать внимание на то, что для вас критично, какие условия деятельности максимально раскрывают вашу личность, ваш потенциал, а может быть, какие-то потребности внутри вот находятся в застойном состоянии, и их немножко нужно расшатать. Может быть, именно эти потребности нужно дораскрыть в ближайшее время, да. Вы научились обращать внимание на свои желания, на хотелки, на хотелки. Несколько упражнений у нас было на оценку текущего состояния, да. На мой взгляд, это очень важно, потому что, чтобы понимать цель, двигаться вперед, нам нужно понимать точку отсчета. И сейчас я вам предложу следующий такой вот тест. Это... Сейчас, минутку. Так. То есть, на каком этапе вы находитесь? Да. Оцените, пожалуйста, у кого какие сейчас потребности есть. Первая потребность – это более глубокому познанию себя, к пониманию своих особенностей личности, к изучению своего психотипа. Поставьте, пожалуйста, единичку, да. Второе. Запускаю опрос, можете прямо в вопросе указывать. Второе. У вас есть потребность к проработке каких-то индивидуальных качеств, да, может быть, уверенности в себе, может быть, еще каких-то качеств, которые, на ваш взгляд, мешают двигаться в самореализации. И третий момент. Вас, в принципе, это устраивает, и вы хотели бы поизучать именно ту профессию, которая для вас подходит в большей степени. Коллеги, ответьте, пожалуйста, в вопросе. Жду ваших ответов. Каждый из нас находится на своем этапе, да. Кому-то интересно первое, кто-то, у кого-то есть потребность в проработке индивидуальных качеств. Так, отлично. Я вам сейчас покажу, какие есть инструменты для каждого этапа. коллеги, остальные участники, приглашаю вас к опросу. Пожалуйста, ответьте, на каком уровне вы находитесь, в чем у вас есть сейчас потребности. Отлично. Сейчас пока превалирует понимание соотипа, особенностей личности. Да, я замечаю, что часто из-за того, что мы движемся по инерции, движемся по каким-то привычкам или на нас влияет внешняя среда и окружение, мы не до конца понимаем наши предрасположенности. Вот первый пункт, это как раз про наши предрасположенности. Коллеги, мы уже скоро заканчиваем, поэтому предлагаю посмотреть, написать, на каком этапе вы находитесь. Даю вам еще буквально 10 секунд. Пожалуйста. Хорошо. Ну, вы можете еще тогда в чат написать, чтобы мы с вами могли двигаться дальше. Для тех, кто, интересуется именно своими индивидуальными особенностями, я рекомендую определить свой социотип. Есть разные методики, можно, конечно, по тестам, но там есть погрешность. Допустим, можно пройти тестирование MBTI, они достаточно известные. Ну, это хотя бы приблизительно понять, да, кто вы. Там есть погрешность, потому что оцениваются поведенческие моменты. Я больше склонна к такой методике, как соционика. Вот мы типируем на основе аудио ответов. Это совершенно другой метод. Это более качественно. Это изучение контента, анализа вашей речи. И там проявляются такие моменты из подсознания, которые совершенно невозможно заметить даже про самого себя. Кто интересуется вторым направлением, я рекомендую проходить консультационное сопровождение. Возможно, кому-то нужно прокачать уверенность в себе. Есть психологи, которые работают над этим. Я в большей степени работаю над тайм-менеджментом, то есть над вашей самоорганизованностью, над вашими целями. И те, кто интересуется именно программами профориентации, приглашаю вас рассмотреть программу призвания, профессиональный компас. И еще один небольшой опрос я бы хотела провести. Существуют разные формы взаимодействия. Скажите, пожалуйста, кому интересно, может быть, какие-то дополнительные материалы на уровне вебинаров. Вам нравится смотреть, нам нравится участвовать в вебинарах. Возможно, кому-то интересно самостоятельно проходить уроки. Это формат онлайн-курсов. Самостоятельно делать домашние задания под руководством куратора. Может быть, кому-то интересны онлайн-курсы. Они могут быть разные. Бывают короткие курсы, бывают длительные. Я рассматриваю всегда возможность поделиться материалом как раз через такой формат. И индивидуальная консультация, когда вас индивидуально сопровождают, когда глубже погружаются ваши потребности, когда мы формируем с вами формулу профориентации, и когда мы вытягиваем смыслы, и главное, накладываем эти смыслы на текущие возможности. Можно говорить абстрактно про хотелки, но умение выстроить такую стратегию самореализации, которая гармонично встроится в текущую жизнь, это то, чем мы занимаемся на индивидуальных консультациях. Коллеги, приглашаю вас оценить тоже, какие форматы вам интересны. И я дам свои контакты. Вы можете на меня подписаться в социальных сетях. Коллеги, еще кто-то хочет ответить, кому-то интересна индивидуальная консультация, потому что это другая проработка, вебинар индивидуальный. В вебинарах вы можете целостно взглянуть на тему. В онлайн-курсах вы можете конкретные шаги проработать, узко специализировано. В индивидуальных консультациях, особенно когда их несколько, вы можете увидеть прогресс. То есть не просто получить знания, а дойти до своей цели. Коллеги, спасибо большое. И немного про мои контакты, чтобы вы могли быть на связи, задать какие-то вопросы. Кстати, если есть какие-то вопросы, приглашаю вас во вкладку «Вопросы». Задавайте, я с удовольствием отвечу. У нас с вами остается буквально несколько минут. Вы всегда можете задать вопросы, если вас интересуют конкретные программы, можете написать мне в WhatsApp. Я с удовольствием вам пришлю описание или отвечу на ваши индивидуальные вопросы. Предлагаю вам подписаться в социальных сетях, потому что я пишу о профессиях, о занятиях и так далее. Я думаю, что вам это будет тоже интересно. В течение минутки готова услышать от вас вопросы. Как у вас настроение, как ощущения, друзья? Не загрузила я вас? Проявлю свою этику. И вам большое спасибо за участие. Вы очень активно участвовали. Спасибо вам большое за ответы. Благодарю вас. Желаю вам дальнейшей самореализации, получения удовольствия от того, чем вы занимаетесь, наполниться смыслами, найти свои цели. Я очень рада, что у меня предоставилась такая возможность с вами поделиться алгоритмом, который важен. Потому что если что-то у нас не присутствует в нашей работе, но мы чувствуем усталость, мы чувствуем какую-то навязанность, я желаю вам, чтобы вы наполняли свою работу именно тем, что вам нравится и что у вас получается. И чтобы вот эта вот часть, связанная с НАДО, она у вас была чуть ниже, или может быть совсем низко, от той части, которую вас будет перевешивать вашими хотелками и потребностями. Да, друзья, вас тоже с Масленичной неделей поздравляю. Спасибо большое. Кому-то интересен тайм-менеджмент. Кстати, вот если интересна именно стратегия, да, проработка, то, конечно, без тайм-менеджмента сложновато, потому что нужно найти какие-то внутренние мотиваторы, да, нужно ставить цели, нужно планировать свое развитие, обучение, и это в том числе про тайм-менеджмент. Так, коллеги, у вас вопросов нету, да, то тогда я вас всех еще раз поздравляю, благодарю. Вот, жду вас в социальных сетях. Пишите, задавайте вопросы. Вот, большое спасибо. И передаю, наверное, Татьяне слово. Большое спасибо, Варвара, за такой интересный вебинар. Прошу прощения, немножко увлеклись таким интересным запросом в чате, который у нас появился. Тайм-менеджмент для сельского библиотекаря. Меня как тайм-менеджера. Можно сказать, коллега Варвары, это так зацепило. Интересный запрос, поэтому немножко отвлеклась на ответ участнику вебинарии. Возьмем на заметку. Интересная тема. Ну что ж, коллеги, я хочу поблагодарить всех сегодняшних участников за активную работу, за проявленный интерес в теме. Хочу поблагодарить Варвару за сегодняшнюю встречу, за такое обилие интересных материалов, алгоритмов. Да, действительно, есть о чем задуматься, о чем подумать. Большое спасибо. Надеюсь, что эта наша встреча продолжится. А вам напоминаю, уважаемые коллеги, сертификаты уже выданы, их можно забрать, перейдя по ссылке. Всем привет. Хорошее настроение и самореализация всегда будут с нами. Всем счастья.